Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. Наконец-то я доехала до распродажи Лореаль. И прежде, чем я покажу, что я купила, я вам хочу сказать одну такую интересную вещь. Это была третья неделя распродажи, то есть еще будет четвертая неделя, если я не ошибаюсь. И именно со второй недели начинаются дополнительные скидки. То есть, если вы хотите постоять в огромной очереди и быть первой на распродаже, то, конечно, это первая неделя и первые дни распродажи. Но если вам не горит, потому что поехать на распродажу и купить то, что вам нужно, не всегда получается. Приезжаешь за одним, а покупаешь совсем другое. Поэтому я считаю, что лучше не спешить и ехать на второй, третьей, а то и четвертой неделе. Дело в том, что прилавки пустыми еще не были, но появились дополнительные скидки. То есть, у меня появилась дополнительная скидка на блеск для губ. По одной цене я могла приобрести уже два блеска. То есть, если один блеск стоит 4 доллара, то я за эти 4 доллара приобрела два блеска. И вторая скидка – это был лак для ногтей по доллару. Не знаю, какие предложения будут на четвертой неделе, но чем ближе к концу, тем интереснее предложение. Так что, если вам интересно посмотреть, что же я приобрела, оставайтесь смотреть. Я начну с того, что не требует особых комментариев. Просто покажу, что купила и сколько это стоило. Я купила краску для волос. Но это я купила не себе, у меня приезжает в гости мама. Поэтому эта краска больше для нее. Если я не ошибаюсь, то вот эта краска 6 долларов, а вот эта краска 5 долларов. Или наоборот, но краска 5 и 6 долларов. Дальше, как всегда, маска для волос Гарнье. К сожалению, в этот раз не было профессиональных масок. Пахнет так приятно. И я купила обычные маски, которые можно купить в любом супермаркете. Маска стоила, если не ошибаюсь, 2,5 доллара. Огромное количество лаков для ногтей. Мне очень нравятся лаки для ногтей Лореали. Они неплохо держатся на ногтях, отлично наносятся. И, как это ни странно, оказались именно те цвета, которых нет в моей коллекции. получается 4 лака, самые обыкновенные, то есть стандартные лаки Лореаль. И 3 лака с покрытием топ. Также увлажняющий крем Гидра Тотал 5. Он для нормальной и смешанной кожи. Я его еще не открывала, поэтому прокомментировать не могу. Но я хочу сказать, что на предыдущие распродажи я приобрела крем Лореаль с витамином Е. И, девчонки, я реально им довольна. Он стоил, если я не ошибаюсь, 5 или 8 долларов. Этот крем стоит 8 долларов. 5 или 8 долларов. И он прекрасно работает, он прекрасно увлажняет кожу. Как работает этот крем, я, к сожалению, не знаю. Но вот сейчас распакую, посмотрю, что из себя представляет баночка. Он такой зелененький. Ультрафреш крем Гель. Это, скорее всего, дневной крем. Хотя написано, что наносить утром и вечером на кожу лица и шеи. Ну, посмотрим, посмотрим, вот про этот крем ничего не могу сказать, я еще не пробовала. Дальше. Это такая штука, которая склеивает концы. Я вам, честно скажу, мне она не понравилась. Возможно, потому что у меня осветленные волосы, они более сухие, точнее, они сухие, как-никак выжжен пигмент. И один раз я использовала такую штуку на нерасчесанные волосы. Это просто кошмар. После нанесения этого средства расчесать волосы невозможно. Второй раз я использовала это средство на уже расчесанные, влажные, помытые волосы, девочки. И, по ощущениям, волос стал еще более сухой. То есть, как работает это средство для склеивания кончиков волос и предотвращения их сечения, мне не нравится. Мне не нравится, как это средство работает с осветленными волосами. Больше никогда в жизни его не куплю. обычные карандаши для губ от NYX в цвете, а где же цвет? Ага, водостойкие, а вот цвет я не могу найти. Все, я вижу Nude Pink MPL 6 и натуральный цвет MPL 1, тоже NYX. Карандаши получились по 4 доллара каждый. Я не знаю, сколько именно стоят карандаши NYX в магазинах, но минимальная цена на карандаши для губ, которые выкручиваются, у нас в районе 8 долларов. То есть, как ни крути, получилось в два раза дешевле. Да, я забыла сказать, что вот это средство стоит 2 или 2,5 доллара. Также я приобрела себе это средство, ой, термозащиту, забыла как это называется по-русски. Я приобрела себе термозащиту, потому что, во-первых, сейчас лето, солнце, а во-вторых, как ни крути, когда укладываешь волосы феном или плойкой, утюжком, неважно чем, нужно использовать термозащиту. Эту термозащиту я никогда не пробовала, но что мне не нравится, она, как бы это так правильно сказать, не сильная, то есть, она не делает волосы такими лаковыми и дубовыми, она хорошо расчесывается и не чувствуется на волосах, ну и, конечно, цена 2 доллара вроде бы. Девчонки, супер находка – это глиняная маска для волос. В чем ее плюсы? Она наносится на кожу головы, то есть, на корни, держится 5-10 минут, смывается обычным шампунем, то есть, вы моете голову как обычно, ничего сверхъестественного, она тщательно очищает кожу головы и не дает волосам жирниться как обычно. Сегодня у меня же, получается, второй с половиной день после того, как я помыла голову и волосы, такое впечатление, как будто я их помыла только что. Если я еще дня два благодаря этой маске не помою волосы, то это супер находка. Цена 2 доллара. Я потянулась рукой за второй коробочкой, а потом подумала, да зачем? Теперь очень об этом сожалею. Крем опять гидрототал 5, это крем для нормальной кожи, это крем не мне, а моей маме, он такой более беленький, обалденно пахнет, очень классно пахнет, но я вам хочу сказать такое небольшое свое замечание, это личный мой опыт, я пользовалась многими марками и заметила, что дешевые кремы и дорогие кремы, это не всегда разница в качестве. Например, я накупила огромное количество косметики Lancome, Clorance и я осталась недовольна, а вот многими кремами от L'Oréal я довольна, то есть мне нравится как они работают, а цена, девочки, почувствуйте разницу, если крем от L'Oréal, от L'Oréal, господи, от Lancome может стоить 60 долларов, а этот крем 8 долларов, то согласитесь. Ладно, дальше, я купила такую небольшую серию, потому что это ночной и дневной крем, Miracle Anti Fatigue, ночной крем и дневной крем. И мое замечание, значит, когда на улице жарко, то есть лето, этот крем на мне не работает, а у меня смешанная кожа, он не впитывается вообще, очень приятно пахнет, но в жару не работает, ни ночной, ни дневной. Как только попрохладнее, прекрасно впитывается, прекрасно увлажняет кожу, то есть вот эта серия Anti Fatigue пойдет мне ближе на, ну или если будет холодное лето, то летом я тоже им буду пользоваться, а так, скорее всего, на осень, потому что в жаркое время не впитывается ни один, ни второй крем. Сегодня попрохладнее, вчера было там чуть ли не плюс 40 на солнце, вот, сегодня прохладнее и крем впитался прекрасно, дневной, я даже нанесла на него макияж. Вчера я нанесла его утром, он вообще не впитался, я ходила где-то, наверное, час с липкой кожей, потом его просто смыла и нанесла другой крем. Тоник, опять Kidra Total, видно, они решили распродать всю эту серию, самый обычный, 5 долларов, боже, как он божественно пахнет. Ну, девочки, тоник и тоник, что о нем говорить. А вот о мицеллярной воде я вот тоже хочу сделать небольшую пометку, также Hydra Total, эта мицеллярная вода стоит 5 долларов и мицеллярная вода от Виши стоила или 10 или 13 долларов, не помню точно. Обратите внимание на ингредиенты, они фактически идентичны, поэтому возникает вопрос, зачем платить больше, больше 5 долларов. Масло для умывания, ну, масло громко сказано вообще-то, потому что оно на основе жидкого парафина, у меня уже было это средство, ничего здесь натурального внутри нет, Пегги парафины, но оно не закупоривает кожу и хорошо снимает водостойкий макияж, поэтому я его купила. Как пахнет, сейчас посмотрю. Кстати, неплохо пахнет. Ну, после него я обязательно лицо протираю или мицеллярной водой, а потом смываю водой, а потом тоником, или если я чувствую, что вроде бы как нормально, то тоником обязательно. Девочки, две пудры True Match. Одна пудра самая обычная, компактная пудра, я уже не первый раз ее беру, она в цвете Light Ivory, она хорошо матирует кожу, это пудра со спонжиком, но я пудрой наношу кистью, спонжик я использую только тогда, когда пудра лежит у меня в сумочке, а если дома, то только кистью. А вот вторая пудра, я первый раз ее купила в Oil Free Neutral, в цвете Neutral, это кремовая пудра. Я разочаровалась в ней, то есть она мне не понравилась, потому что она забилась в поры, и я вот сейчас на себя смотрю, лицо блестит, в порах забито. Короче, больше не куплю никогда и вам не советую. Блески. Девочки, вот в чем плюс третьей недели распродажи? В том, что не было как таковой очереди и дополнительные скидки. На блески у меня была дополнительная скидка, то есть два по цене одного. Вместо четырех долларов за блески я заплатила четыре доллара за два блеска, в цвете 403 и 103. Чем хороши? Тем, что обалденный запах, очень удобная кисточка, по качеству блеск как блеск. То есть он держится на губах как обычный блеск, то есть он не стойкий, не какой-то там не размазывающийся. Да, если волосы вам вдруг попадут на губы, то блеск растянется по всему вашему лицу. Если вы будете пить кофе или кушать, то блеск обязательно съесться. Просто я разбавила коллекцию блесков. Неудачное приобретение. Это Bata Lipstick от NYX. Четыре доллара. Масло для губ. Никак не пахнет. Очень хорошо смотрится на губах. Но на губах держится максимум минут 15. Потом куда-то улетучивается, исчезает и хочется нанести его еще раз на губы. На основе кострового масла. Но деньги на ветер, четыре доллара на ветер. Вот честно вам скажу, потому что 15 минут масла на губах, мне кажется, это очень мало. Еще одна губная помада от L'Oreal. Collection Preview от Frida. Цвети 350. Очень обалденный цвет. Пахнет, как обычная губная помада. Я наношу его без карандаша и губы такие выглядят натурально. Мне очень нравится. И упаковка такая качественная. Упаковка дорогой губной помады, я вам хочу сказать. Но благодаря моей вот этой дополнительной скидке, она мне обошлась в 2 доллара. Матовая помада от NYX в цвете MLS 28. Никак тоже она не пахнет. Очень хорошо держится на губах. Не стягивает губы. Неплохое приобретение, сразу вам хочу сказать. О, девчонки, и еще супер находка. Это карандаш для бровей. В цвете OBURN, не знаю, как правильно это прочитать. С одной стороны, это обычный выкручивающийся карандаш. Ну, такой светло-коричневый, что ли, получается. А с другой стороны, такой спонжик растушевывающий, который еще дополнительно подкрашивает ваши брови. Мне очень нравится, как он работает. Обалденная штука. К сожалению, выбора цветов фактически не было. Был только вот этот цвет. Подводка. Подводка под глаза. В этот раз я взяла коричневый. Хотя мне хотелось... Мастер Каял называется. Мне хотелось черную, но черной не было. В прошлый раз я взяла темно-синюю, в этот раз коричневый. Мне нравится, как наносятся стрелки. Он очень мягкий. Он классно растушевывается, если вы любите смоки айс. Я смоки айс не крашу. Но стрелки, да. Он держится на веке долго. Не растекается, не размазывается. Короче, классное приобретение, девчонки. Также спонж. Назовем его так. Карандаш-спонж. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Такой в фиолетовом цвете. Айлайнер. Ну айлайнер. Ну ладно, хорошо. Такой спонж огромный. Айлайнер. Тоже для смоки айс. Ну смоки айс, как я уже сказала, я не рисую. Но стрелки, широкие какие-то стрелки делать им очень прикольно. Я уже пробовала. И он также классно растушевывается. Тени от Maybelline в цвете 302 мока. Я эти тени даже не буду открывать, потому что я их купила на подарок. Дай бог, чтобы они хорошо работали. И тот человек, которому я их подарю, не расстроится. Классное приобретение от NYX это, как это по-русски, господи, макияж. Это такое средство, которое снимает стойкую губную помаду. Обычно, когда вы наносите стойкую губную помаду, потом умываетесь, не каждое средство для снятия макияжа снимает. А вот это средство отлично с этим справляется. То есть вы наносите на губы, чуть-чуть помассажировали, и легко снимаются все ваши стойкие помады. Классная, мне понравилась. Я его специально для этого приобрела, потому что обычно трюш-трюш губы. Девчонки, и наконец-то последнее приобретение. Это такой лайнер для губ. Я его купила для Хэллоуина. В цвете серебро. Он наносится на губы. И если, например, вы сделали черные губы, то можете что-то нарисовать, капельки или что-нибудь такое. Чисто декоративное такое для Хэллоуина. Ну вот и все, мои дорогие. Это все, что я вам хотела показать. Видео, наверное, все-таки, как всегда получилось длинным, но как ни крутим. Так что всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. А я побежала. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok